Делает мудрый. Удачная картинка подобрана. Да, действительно, картинка просто бесподобная. Угу. Ну, супер. Делает мудрый. Удачная картинка подобрана. Я убираю звук, потому что он будет мешать. Всем привет. Да, действительно. Всем привет. У нас тоже так. Замечательно. Все видно. Как лучше на экран вывести? Пишите. Вот так. Или вот так. Нам вот так лучше? А, я не вижу. У меня ничего не меняется. Угу. Или вот так лучше? Кто как полагает? Чтобы тебя было видно, не только меня, я думаю. Ну, наверное. Палыш? Вот. Смотри, как классно. Всем привет из Черногорска. Это где? Да, картина в виде заставки замечательная. Я не знаю, кто художник. Я еще поизучаю этот вопрос, но, блин, роскошно. Дети роскошные. Очень хорошо эмоции переданы и мудрые. Отличные, мудрые. Как обычно. Сейчас немножко еще подождем, пока придут люди. Благодарю всех, кто смотрит. Тема очень-очень интересная. Просто великолепная, потому что действительно ключевое событие в жизни. На самом деле, момент осознания, он же момент программирования, когда человеческое сознание вот проснулось в этом мире. Этот момент очень хорошо обыграл Лукьяненко в своих дозорах. Когда человек определяется, осознается, выходит в силу, неважно, получается, что он либо темный, либо светлый. То есть с каким настроением. Вот этот момент первого включения осознания, воспоминания. Потому что мы во многом то, что мы помним о себе. Не только то, что мы едим, но и что помним. Вот этот момент он определяет по жизни. Потому что в этой жизни все у нас... Ну, так устроены события, коны, законы, принципы, правила этой вселенной, что все развивается по спирали, все развивается в одном векторе. То есть если ручеек изначально, вот родник проклюнулся, и условно у него очень примитивно, я говорю, на плинтусовом уровне, но, думаю, аллегории, аналогии понятны будут. Есть 360 градусов, куда течь в воде. В любом направлении. И она может потечь в любом направлении. И то, куда она потечет, зависит от тех обстоятельств, которые сложились в момент, когда этот родничок проклюнулся. Кто не понимает, о чем я пишем, я прочту, я отвечу. Так вот, этот момент, он важен, потому что от этого зависят все события дальнейшей жизни. Потом, куда потечет вода, то русло будет формироваться. И вот мы видим условно исток, и это придет к стоку, к устью. Сток и сток очень важен. И таких примеров очень много. Попробую пояснить. Очень много зависит от первого детского воспоминания, когда сознание слилось с другими слоями, уровнями. Когда мышление наложилось на память, наложилось на энергетику, на эмоции. Вот эта вот цельность собралась, цельнозор. Почему я развиваю цельнозор? Когда вот эта вот цельность, она и программирует, а в дальнейшем она и формирует характер, она формирует много что. И очень много таких ситуаций. Я с такими ситуациями начал работать еще больше 20 лет назад. с 2000-го года, можно сказать, в 2003-м еще в Орле работал, там с людьми жрать было нечего, но я вот как-то умудрялся с людьми работать. И было много таких ситуаций, мы разбирали, в чем причины были проблемы у людей. И вот вышли на первый момент такой интересный. Девочка домик построила в садике из Папье-Маше. Раскрасила, поставила сушиться, ну, рядом с собой, не подумала. Мальчишка пробегал и наступил на домик. Потом это выразилось в том, что у нее, как только она получает жилье, то его отбирают менты, то пожар был, то дом неправильно построен и так далее. То есть, она теряла жилье. Казалось бы, какая связь? Ну, вот связь, она прямая. Первое событие, первое женское, особенно у женщин, первое детское воспоминание, особенно на эмоциях завязано это все. Куда эмоции, туда и энергия. На самом деле, это все очень сложный процесс. Куда намерение, туда и мысль, куда мысль, туда энергия, туда эмоции. А у женщин, куда эмоции, туда и энергия. Мужчин чуть иначе, но смысл один, он, работая уже с Моной в крайнее время, в недавнее несколько лет, мы тоже постепенно пришли к тому, что практически все, 90 с чем-то, 95, там 99 процентов по ситуации, это уже не важно, у каждого человека проблемы именно из-за собственных программ, а собственные программы там доминируют в списке программ, если учесть человек как компьютер, то доминируют самое раннее, то есть, то самое первое детское воспоминание. По конкретным примерам мы пройдемся чуть позже, еще поговорим и разберем. Ну, а пока пусть каждый пишет свое первое детское воспоминание, если кто был на сеансе, пусть пишет свое, и как это изменило свою жизнь, пишите в комментарии, какие выводы сделаны. Вообще, я благодарен тем людям, которые меня на это направили, вообще это и в Деире есть такая техника, там диагностика, не лазаревская диагностика кармы, а диагностика работы с кармой именно Деировские там намного важнее. Отлично научил меня работу с первым детским воспоминанием Александр Усков, это ММ-класс, там глава Марина Мелия была, это служба, скажем так, психологического отбора и поддержки Банка Авангард в 2003 году, я к ним попал, и со мной работал Александр Усков, я ему очень благодарен за то, что он меня спросил про первое детское воспоминание, потом мы поговорили на эту тему, это просто психологи определяют, кто кем будет работать в банке, и поэтому Банк Авангард успешно довольно-таки на рынке, во многом поэтому себя чувствует, там работали другие психологи, там Цатурян, Селезнева, но Селезнева это дочка того Селезнева, который в компартии России в 90-х был вторым лицом, и в нулевых вроде бы, потому что он на пенсию, вот такого уровня там были психологи, но мне кажется, Александр Усков там был лучший среди них, и даже одна встреча меня многому научила, я благодарен ему за это, потом, правда, он ушел оттуда, потому что эти женщины в женском коллективе его съели, но это другой вопрос, это уже жизненные обстоятельства, но я благодарен таких ситуаций было много еще в 2003 году, когда я работал с людьми немножко, ну, например, девочка пятилетняя пошла соседка яблоки собирать, соседка ее позвала, мы пошли, а ведро было у соседки, девочка залезла на дерево, там поскидывала кучу яблок, самых лучших выбрала, набрали полное ведро, соседка пошла домой и и занесла яблоко в ведро себе разочарование, обида, что ей ничего не досталось и по жизни также, она работает, создается совместный бизнес, как бы, несколько раз, потом что-то происходит и все результаты и раскрученные бизнесы достаются партнеру, скажем так, а она постоянно ни с чем, вот, казалось бы, какая связь, ну вот, это еще вот примеры моего очень далекого опыта работы с людьми, но у Моны накопилось некоторое время уже очень много других примеров, Мона, какие самые яркие примеры, можешь вспомнить? Ты знаешь, еще самое главное правильно его разгадать, потому что иногда кажется, что совершенно нейтральное воспоминание, самое такое легкое, приятное, но тем не менее, оно откладывает отпечаток, довольно странный, рисует узор. Вот мне всегда запоминается, я часто запомнилась, и я очень часто людям привожу в пример, когда работаю, воспоминания некого Кости. он запомнил, осознал себя маленьким совсем ребенком, примерно ему 6 месяцев, он в коляске, его везет, мама или бабушка, неважно, какая-то женщина его везет, он проезжает, они проезжают мимо булочного магазина, и очень вкусно пахнет выпечкой, булочкой, чем-то пахнет. Вроде бы сказать, такое нейтральное, классное детское воспоминание, правильно? Ну вот ни о чем, что там такого? Ну какой импринт, какие плохие лекала могут в этом отразиться? Вот вроде бы все хорошо, но тем не менее, этот мужчина, когда вырос, всегда появляется какая-то женщина, которая им руководит. Везет его женщина, не он сам решает, куда она идет, всегда появляется, он ведомый, а есть тот, который его везет. И всегда все вкусняшки где-то на стороне, то есть чувствует запах, но не попробует, но не покушает, но никак не возьмет в ручки даже. Вот такие воспоминания, вот самые-самые примитивные. Да, самые, он самостоятельно лишается всего, как бы, ну самообрубая, да. А вот последние несколько мужчин были, которые как вот, с чем ты пришел на сеанс, что ты хочешь от сеанса? А, вот мне тут жена написала из список. Да, вот такие мужчины, несколько человек было. Вот, смотри, у нас есть такой вопрос, вот я, она написала, мама держала на ручках, я рассматривала хрустальные вазочки в серванте, мне было очень интересно. Вот вроде бы сказать, чудесная такая картинка, просто мама... Они ничего не корректные. Мон, давай примером потом, ты расскажи то, что было сейчас, а потом мы пробежимся. Хорошо, хорошо, да. А тут ты перескакиваешь, вот мы начали, расскажи о тех, что есть. Вот то, что было уже, люди вот с сеансов. Даже пытаюсь помнить, еще мужик другой был, помнишь, тоже вспомнился. Весь запеленанный, укутанный зимой. На санках едет. На санках едет, да, тут две такие, мама его везет. Отличное, казалось бы, воспоминание, все хорошо, в садике его везут. Тут слева сугроб такой, справа сугроб. Все классно. Но по жизни это привело к тому, что он ни на что повлиять не может. Ему вроде бы комфортно, но от него ничего не зависит. И за него решают, куда ехать и что. В основном женщина. Женщина вот сначала мама все решала, потом жена все решала. Даже на сеанс пришел, вот мне тут жена написала список, чего я хочу. Отлично. Ну вот хорошие воспоминания, казалось бы, даже нейтральные хорошие воспоминания очень на многое влияют. А другой, который с мячиком? Я как раз о нем сейчас подумала, или я как раз о нем вспомнила. Маленький мальчик пошел с папой на футбол. Чудесно вроде бы народу, много он не испугался, все хорошо, он даже мячик этот поймал, ему дали поиграть. Но потом папа сказал, что мячик нужно отдать, взял ребеночка и понял домой. Да. И вот так вот в жизни. Только ему что-то интересно, он не может дотянуться, говорят, что нельзя, ему все, и он уходит ни с чем. И вот так вот он умный мужик, умный реально. И вроде бы и волевой, но вот так вот события складываются в жизни. А это не в жизни на самом деле, это внутри себя эта программа, внутри людей, каждого человека. Ее можно изменить, с ней можно работать, но об этом потом. Это просто первый вводный наш чат, стрим. Это очень глубинная тема на самом деле, там очень много можно говорить, про разные уровни, как это все реализуется, но мы пока даем некую идею, основу. Потому что все события в жизни складываются, исходя из программы внутри человека во многом. Всегда из точки бифуркации. То есть внешние события всегда могут сложиться там налево, направо пойти, точка разветвления. И от того, как сложатся события на тонких планах, в том числе, зависит и дальнейшее развитие событий на материи. Но как они сложатся на тонком плане, во многом зависит от того, какая программа, что внутри человека. Потому что человек транслирует вовне то, что должно быть, и вселенная отвечает. А вот транслят осуществляется не с уровня головы, она с неких других тонких планов, скажем так. А вот оттуда, туда она транслируется из программы внутри человека. А внутри человека вот эта программа, она определяется первым воспоминанием, моментом осознания, моментом скрепления всех уровней, всех слоев в некое единое целое, в некий единый кристалл. Это уровни эмоций, это уровни сознания, сознания, это уровень памяти. Вот когда все это складывается, минимум три таких уровня с неким общим кристаллом, вот тогда эта программа и закладывается. Грубо говоря, когда, вот есть много случаев, случаев, когда курица уток высиживала, и потом, это эффект Маугли, можно сказать, потом утки вели себя как курицы и наоборот, соответственно, утки пытались плавать и не получалось. Потому что вот момент они осознали, ну и шли, соответственно, за уткой цыплята. Утка, вот мама, все, она родила. Вот они осознались, что вот, и нужно следовать за этим. И они вели себя, соответственно, то есть это импринт. В психологии есть такое понятие. Это вот первый пропечаток, штамп. Это вот как печатается именно как некая буква, слово, программа, как угодно можно назвать. У людей, в принципе, то же самое. Вот эти вот все эффекты телегании, то, о чем говорит Горяев, перенос информации, вот это из той же серии. Это все научно обосновано, доказано, как переносится информация. Вот там человек осознался, впитал ту информацию и выдал впервые в мир свою информацию. Вот эта завязка произошла, вот это программирование и пошло развиваться все и дальше. Вот мы об этом говорим. То есть то, как другое воспоминание, тоже, то есть это недавно был сеанс, относительно успешный бизнесмен из Германии, ну, не только из России люди приходят, дурак вот недавно интересный 82 года жениться собрался. Ладно, так, у него такая ситуация была, он абсолютно зажатый, женщины им потакали, начали разбирать, почему. 4-5 лет там его гнобили сестры, потом его закрыли. Сестры, опять же, дома, он долго психовал по этому поводу, потом выбил окно, вышел и весь поранился, его за это еще поругали. то есть такое, женщины его закрывают, лишают свободы, то есть какая программа сформировалась в нем самом? Женщины его лишают свободы, он, попытка вырваться, приводит к тому, что он ранится, к потерям, еще он не прав, его система, родители и прочее наказывают. Это приходит к разрушению, и поэтому по жизни, несмотря на то, что у него есть свой бизнес, им руководят женщин постоянно. Это и в личной жизни касается, его выдаивают, просто тупо используют, скажем так, счастья никакого и в семейной, и во всей, неважно. И в бизнесе также. То есть он, как только подходит женщина, буквально робеет и с ним могут делать все, что угодно. Вот, казалось бы, какая связь между тем, что было давно-давно в детстве? Но это что касается мужчин, что касается женщин. Вот самое элементарное, самое такое вроде бы нейтральное воспоминание вот из совсем-совсем недавних. Маленькая девочка с мамой и с папой. Папа и мама возвращаются вечером откуда-то домой из какой-то гулянки. На улице темно, папа несет ее на руках. Не на руках, а вот так вот, на плечах, знаешь, на куркушках. Она вот здесь держится очень крепко ему за голову, она боится, что она упадет. Они там между собой разговаривают, мама и папа, и тут все нормально, это не ссора, это не крики, ничего просто. Это вот вчерашний буквально. Да, буквально. Мама с папой идут разговаривать, она сидит, держится им за голову папе, она вся сжалась, немножко боится упасть. Ситуация вроде бы, ну вот хорошо же, девочка маленькая, ее там не бросили в темноте, ее несут, вроде бы все хорошо. Что можно, как можно расшифровать это воспоминание? Что можно заложить в себя из этого воспоминания? Во-первых, девочка абсолютно оторвана от социума, от семьи. Семья – это узкий социум. Она постоянно чувствует себя одинокой и вся семья где-то в стороне, а она где-то в стороне. Заметьте, вот этот уровень, когда мама с папой общаются между собой, а она намного выше. Это не значит, что она выше по жизни, она просто на другом уровне, она не участвует в их разговоре. Не на том же уровне, да? Не на том же уровне. И она всю жизнь по жизни себя чувствует, вот что, она как бы немножко оторвана от своей семьи, от социума. Во-вторых, мужчина, который ее несет, она не чувствует себя рядом с ним безопасно. Он выцепилась папе за голову, то есть папа это тот мужчина, который олицетворяет для маленькой девочки все мужское население планеты, условно говоря. Отношения с папой это проекция всех дальнейших отношений. Рядом с мужчиной она чувствует себя некомфортно. Когда руководит мужчина, условно, несет ее. Он несет ее на руках. Даже если он ее на руках несет, даже если делает все для нее, она чувствует себя дискомфортно, страх. Дискомфортно, Зажимается, и нет коммуникации, взаимообмена, ни энергии, ничего, она не раскрывается. То есть это не женщина. Женщина должна принимать, раскрываться, а вот она у нее полная противоположность. Вот примерно таким образом ставятся зажимы, вот таким образом можно расшифровать, и таким образом идет жизнь, шла жизнь, скажем так. И потом, расскажи, как ее предавать, как бы начали условно. Начала дальше потом программа развиваться, как вихрь. Да, и дальше программа начала развиваться в дальнейшем по другому сценарию уже пошло. Дальше то, что она ожидала, мужчина, она боялась, что он упадет, и он ее уронит. Потом, через буквально какое-то короткое время, братишка выбил ее, она где-то там высоко была, на печке на какой-то, братишка дернулась под нее, покрывала, и она упала все-таки. То, что она ожидала, то и произошло. Когда рядом мужчина, и она плохо коммуницирует с материей, с землей, когда она на каком-то уровне, она чувствует себя некомфортно, нестойко рядом с мужчиной, он ее толкнул, выдернул там плед какой-то из-под ее ножек, и она упала. Именно то, что она хотела, это и проецируется. И в принципе, в дальнейшем, я думаю, каждый может проанализировать, не просто вспомнить первое воспоминание и осознать, что это было, а проанализировать необходимо. Необходимо правильно его расшифровать. Необходимо погрузиться, почувствовать себя тем маленьким ребенком, девочкой, мальчиком, не важно, и ощутить всю гамму эмоций. Что при этом чувствовали? Это радость, это страх, это зажатость, это какие-то другие ощущения, эмоции, чувства. Что переживали? Почему так повлияло? Как в дальнейшем в жизни это все сложилось? Как это проигрывается, эта программа? На таких элементарных программах, на таких элементарных примерах можно полностью изменить свою жизнь. если все правильно расшифровать. Угу. Да. И таких примеров много-много-много. потом это, естественно, уже отвечая на вопрос, немножко наслаиваться друг на друга. Программ может быть таких несколько, потому что это, скажем так, по жизни. это ствол. А еще есть ветки ответвляющие, есть программирование на уровне бизнеса, даже сказки программируют, потому что вот одна девочка прочитала сказку про мышку, курочку-рябу, казалось бы, что там, но она проассоциировала себя с мышкой, которая решает проблему маленькой, серенькой. И вот потом по жизни так и стала. То есть наложила на себя эту программу, хорошо прожила эту программу. Вот почему так важны мультики, все, потому что это программирует на уровне сознания, передает некий алгоритм действий. И вот потом ей тоже нравилась она такая маленькая, серенькая, никто решить проблему не может. Она так заходит на какую-то группу людей и прочее, говорит, так вот же, вот и решает проблему. Но это в области бизнеса скорее, это уже вот как накладывается сверху на сознание. А потом уже все это вселенная и тонкие тела и прочее материализуют на других уровнях. Это немножко другая история, это уже программирование, это по бизнесу, по социуму, по деньгам, это уже немножко другие. Но это самое основное, с чего надо начинать, это все-таки первое детское воспоминание. Это вот то, что несет по жизни. Потому что, когда уже в устье на середине течения реки большой поток, людям уже сложно изменить. А вот позавчера был мужик, ну обычный водитель сейчас, да? Ты помнишь эту ситуацию, Мон, расскажи. Напомнение, немножко. Он сильно не хотел этого, чтобы рассказывать. Самолётик, помнишь? Да, помни. Маленький мальчик, который в садике слепил лучше всех самолётик. Первый день, да. Да, они все любили самолётики, им раздала воспитательница пластилин, и они все лепили. У него получился самый чудесный. Он всё правильно подошёл, мальчик-то красавец просто. Он посмотрел, как другие лепят, он выбрал, поучился, у кого что получается, не получается, решил сделать самый лучший. У него действительно получилось. Его самолётик отличался от других, он был самый лучший. Учительница потом сказала, что всё, достаточно, урок закончен. Ну, не урок, а занятие. Да, день закончился. Всё, складываем эти самолётики. Да, они там сложили эти самолётики, положили на шкафчик, на полочку, куда-то там положили эти самолётики. Всё уже тебе чудесно. Он пошёл домой. Он был законченный, нюанс важный. Он был красивый, но в сознании мальчика ещё нужно было вот там чуть-чуть закончить, там закончить. Он не дал статус законченности, что как все слепили и оставили. Он был серенький просто, а он хотел его раскрасить. Там красные звёздочки какие-то. Не важно. Да, ещё что-то. Он был очень красивый, уже лучше других. Да. Но он хотел ещё кое-что доделать, он не успел немножко доделать. И всё. И он пошёл, он с этой мыслью лёг там, переспал и на следующий день вот рассказал. В предвкушении, в предвкушении того, что он придёт и это всё доделает. Он прям чувствовал, как он всё это делает. Бежал прям, да. Бежал прям, не давал там, чтобы его нормально раздели, там пока о маме-папе не сказал, потому что у него была цель доделать самолётик. И вот он вбегает в группу, забегает туда, смотрит, а мальчик какой-то уже пришёл раньше него и уже играет с этим самолётиком. У него претензии, естественно, претензий как нет. Почему кто-то играет его самолётиками, ему уже нужно его доделать. И он начал отбирать. Мальчик, естественно, не дал. А что такое, что это он будет отдавать свою игрушку, которую он уже играет. Это для него статус незаконченного самолётика, а для мальчика статус игрушка, которую он первый взял. Естественно, начался крик, естественно, пришла воспитательница. И как любая воспитательница, ну что такое, двое играет. У одного игрушка, другой решил забрать. Ну, на чьей стороне? На стороне этого мальчика, которого хотят обидеть. Да. Получается, есть агрессор. И он не доиграл. Мальчик первый взял, а тут другой у него отбирает. Ну, естественно, и тут наложилось уже и роль первой женщины, которая, получается, не на его стороне, а её воспитательница, не только женщина. То есть система против. Потом были по этому конфликты с законом. То есть, ну как, у всех какие-то взаимодействия, но система всегда была против него, даже когда он, казалось бы, прав. Это первое, что мы там начали разбирать. Ну, самое главное именно то, что у него были претензии. Так как ты всегда говоришь, да, техника подной карандаш. Цельное видение. Посмотреть полностью. Ну, это мы потом уже начали разбирать. Своими глазами этого мальчика. Разобрать полностью, что произошло. И почему вот у него никогда нет статуса оконченного. Он ему, ну... Любой процесс, а это бизнес-процесс, жизненный процесс. Да, у него потом был незаконченный, и как-то у него как-то само все отбиралось. Вплоть до покупки машин. То там разбило машину, то забрали, то еще что. И он, чувствуя это, не давал сам себе закончить никакой... Ну, что такое закончить процесс? Это получит какой-то результат. Он потом не доучился. как сложились обстоятельства, да, что не получилось. Да, не получилось получить диплом, да. Ну, и все время у него все... Система против. Всегда весь мир против. Женщины все против. Это не то, с чем партнеры равны, которые... Кто против, кому что-то нужно доказывать, ломать. Ну, соответственно, с женой так же и так далее. То есть, ну, там очень много чего последствий. Понять очень сложно, почему все так. На самом деле, программа в нем самом. Всегда, во всех нас есть некая доминирующая программа, которая формируется, как правило, во многих случаях, не важно, сколько процентов, первым детским воспоминанием. Потом будут другие программы, но это самое главное. Вот программы сказками могут быть, фильмами, мультфильмами во многом, почему так и композируют мозги. Подсознательно, вот как Дисней вот эти фаллосы там специально рисует, подсознание это все воспринимает на заднем фоне, на заднем фоне это тоже фон и так далее. То есть, враг все это прекрасно знает и использует это против нас, но это уже тема другого расклада. Маленькая девочка, которая проснулась днем, злаперта в квартире и не могла понять, почему она закрыта и как ей выйти оттуда и никого нету. Маленькая девочка, которая проснулась днем, рядом с ней братик маленький спит еще меньше. Девочке три года, братику пару месяцев там всего лишь. Никого нету и она вместо того, чтобы пойти и кого-то искать, кого-то звать, братик плачет, она отбросив все то, что можно сделать, просто сидела и пыталась укачать этого ребеночка, чтобы он не плакал. Она не позвала кого-то на помощь, не прокоммуницировала как-то, проконтактировала. Даже не посмотрела, можно ли кого-то позвать. Она не знала, она одна, это уже потом выяснилось, что ее оставили, все ушли, их закрыли, они спали, дети, их закрыли в доме и все ушли, но это уже выяснилось потом. Вначале то, что она проснулась, она почувствовала свою ответственность, маленькая, совершенно не умея решить ситуацию, она пыталась ее решить, пыталась этого братика как-то вот никого нет, со всеми проблемами ей приходится одной и не коммуницирует никак, никого не зовет на помощь, помощи нету по большому счету. И вот так, в принципе, вся жизнь. Да, могла. Но она даже не проверяла, есть у нее эта возможность или нет. Она поняла, что вот это ее ответственность и вот такую ответственность всегда и берет. И все, берет на себя ответственность, ничего не может сделать. Суперответственность, да, которая его тащит на себя все время, хватается за те задачи, которые ей по сути не подъемные. И все без толку. Да, пытается все решить и ничего по большому счету не выходит. Не выходит еще и потому, что коммуницировать-то она не научилась, она никого не звала, она ни с кем как бы не пыталась даже прокоммуницировать, позвать, найти, чтобы кто-то вот решил. И полная оторванность, никто не помогает, никакой нет защиты, опоры, нету никого, кто бы был рядом, кто бы мог помочь. И вот она одна, не понимая, что она делает, и так по жизни, так куда-то лезет, куда-то. Мужчины, которые попадают, они достаточно инфантильные попадаются. Чтобы не было помощи. Да, вот такие, как этот маленький ребенок, которого она пыталась там как-то вытянуть, укачать, что-то еще. И она всех мужчин воспринимает такими беспомощными. И даже если он более-менее сильный будет, он будет попадать в такие ситуации, потому что взаимное влияние есть, где он беспомощен, и она тоже бестолку, но вся отдается прямо на помощь. Толк, правда, нет. Или вот близкий к нам случай, да, ребенок в коляске опомнился, осознался, пытался вылезти, видит перед собой стена. Он постарался выйти из коляски, упал. Казалось бы, ну, ситуация как ситуация. Но программа какая? Первый детский шаг это падение, это боль. Всегда перед тобой стена. Попытка что-то сделать ведет к тому, что ты падаешь. Падение. Первый самостоятельный шаг любой. Вот он приехал в Москву, ему там обещали знакомые квартиру, но он на заработки приехал, молодой парень, лет 17. Приехал, звонит, и никто не берет трубку. Он один в чужом городе, 17 лет, денег ни на что нет. Ну, как-то выкарабкался. Потом вроде все наладилось, другая ситуация. Потом третий, то же самое, он переезжает даже в другую страну с определенными планами, потом все это рушится, все не так оказывается, тоже падение, ну, тоже как-то выкарабкался. Тоже впереди стена, боль, все повторяется. Вот оно, программирование элементарное. Или тот Костя, который. Вот это приводит к тому, что любая баба подходит, даже вопреки логике, говорит ему, что делать, он это делает, а его жизнь рушится. Потому что он ответственный за свою жизнь все равно, а командует та баба, что на бабу ответственность. Нет, любая женщина может заставить его делать все, что угодно. Своей воли нет у мужика, хотя здоровый мужик, казалось бы. Самые такие безобидные элементарные примеры. Вот, допустим, девочка запомнила себя совсем махонькой, там годика полтора, и от силы она сидит, играет с клубками. Там штук пять клубков у нее разных, и ее игра в чем заключается? Она где-то нашла ножницы, такой маленький ребенок, ну, вот где-то нашла ножницы, и берет маленькие кусочки, эти нитки разматывает и режет. И еще пытается, чтобы эти кусочки были совсем маленькие, совсем крошечные, не понимая, что она заложила себе программу разрушения. Сама. С этими кубиками можно было, с клубочками, можно было играть как с кубиками, все что угодно можно было сделать. Но у нее какой-то путь, какая-то дорога, нитка, вот то, что соответствует. Все цельное разрезать. Все цельное разрезать. Любой проект рушится, любое начинание рушится. Сама причина. Да, за что бы ни взялось, все у нее вот из рук выпадает, ничего не получается довести, потому что она сама заложила, что вот если есть что-то цельное, это нужно разрушить. Ей очень понравилось это. Это не на страхе она сконцентрировалась, это не пропечаталось там страхом, отчаянием, нет, ей очень понравилось. Вот она молодец, так увлеченно режет. И вот это вот зафиксировало вот это состояние, как это хорошо, разрушать все. И тогда уже жизнь дальше именно под таким углом у нее и шла. И соответственно, чем раньше. И вот пока эту программу не проработаешь, пока первые детские воспоминания, но вспомнить можно все, поле-то оно одно, можно и предыдущую жизнь вспомнить. Но вот пока вот с этой жизнью не разобраться со всеми воспоминаниями, вот я написал, можно написать сейчас еще статью про именно программирование первого детского воспоминания, но я по перепросмотру написал статью, ну вроде кто-то читает, кто-то нет, но почему-то люди, особенно женщины, так устроены, что им нужно прослушать. Вот для этого мы этот стрим и сделали, чтобы вот уже до всех дошло. И еще у меня есть такое вот замечание, просьба, не знаю, как это правильно сказать, кто будет вспоминать и пытаться разобраться со своей жизнью, со своим первым воспоминанием, пожалуйста, это очень важно смотреть на то, что помнишь сам. Не то, что вот мне мама рассказывала, что я там, потому что то, что мама, бабушка, тетя, неважно, кто рассказывал, это восприятие других людей о тебе. Нужно то, что сам запомнил. Не такие картинки, которые навязаны, вот бабушка рассказывала, я закрыла глаза, себе представила, как это все было. Нет, именно то, где есть эмоции, именно то, где есть какие-то чувства, где есть ощущения, где можно погрузиться, увидеть себя этим маленьким ребенком. именно на ощущениях, потому что, ну, ощущения не обманывают, это единственный ориентир, по которому нужно идти. Это особенно касается женщин, потому что у женщин все связано со всем. Они могут увидеть сон и потом пределять претензии мужику, что во сне он себя не так вел. Это вот просто классика. Ну ладно. И ты тоже. Это все такие. И все переносит на себя. Я абстрактно говорю ситуацию. Каждая женщина — это центр мира. Все. И не иначе. Дело не в этом. Дело в том, что да, все принцесски. Дело в том, что очень легко дать себя обмануть, особенно нетренированному сознанию, слабый уровень, низкий уровень дисциплины мозга. Поэтому нужно разбираться именно со своими ощущениями и воспоминаниями и работать именно через позвоночник, как я бы советовал, как я это делал, потому что позвоночник для меня — это ну как бы такая ось, энергетический столб, реально путеводная звезда, нить, неважно. Поэтому случаев таких много и правильно интерпретировать очень. Но есть другие методы. Вот мы рассказывали про методику сканирования своего энергополя, выявления структуры, идентификации, потом идти туда, где она появилась. По воспоминаниям есть такая же ситуация и по жизненным событиям нечто подобное. Если кто-то помнит, были такие кальки, то есть чертежи делали на таких полупрозрачных, полупластиковых листках. Они полупрозрачны для того, чтобы можно был один чертеж на другой наложить и увидеть, что там дальше, глубже, как это все налагается. Это очень хорошая техника. Вот кто с этим сталкивался, те понимают, о чем я. Можно вот ситуацию одну жизненную, повторяющуюся, найти похожую раньше, третью, некий костяк выделить и вот как кальку одну на другую наложить вот так и посмотреть, что будет. Несколько ситуаций и выйдем, можно выйти таким образом на первую ситуацию, потому что костяк, он примерно везде одинаковый. Условно говоря, поехали на Черное море, там официант облил правую ногу кетчупом. Пошли к соседке в гости, там ребенок водой облил правую ногу. Пошел на работу, там соседний слесарь, условно, правую ногу облил маслом и так далее. То есть актеры, участники разные. Жидкости, которые это делают, тоже разные. Но можно наложить суть вот так, как кальку. Некий скелет выявить, суть-то она одна. То есть процесс, механизм, как я говорю, абстракция. Чем выше уровень абстракции, тем выше уровень сознания. Абстракция это умение абстрагироваться, убрать мелочи и выявить суть. Условно, листочки бывают разные, форма ствола разная, это все деревья. Можно выявить один критерий, по которому это все можно назвать деревья. То есть лесом. Не медведь сидит на сосне, условно, не белка на березе, а животное сидит на дереве. Вот на такой уровень выйти, суть, и можно понять, что происходит с тобой, какая ситуация. вот постоянно одно и то же. Разное время, разные участники, но одно и то же. Вот как только ты поймешь, это одно и то же, понимаешь суть и сразу вспоминается, приходит некое ощущение, некая боль, как правило, либо наоборот, в общем, приходит это ощущение, можно через него, уцепившись, понять, вспомнить, когда оно было впервые, это ощущение. Можно идти через эмоции. Любая ситуация, она вызывает некую эмоцию, нужно понять, когда была эта эмоция. И тогда нужно идти в то воспоминание, в тот момент, когда эта эмоция впервые появилась. И тогда можно будет понять. И очень важно действительно правильно понять, что произошло в этой ситуации. Вот случай с человеком, который начал рассказывать, уже его несет, он уже пожилой, он очень азартный человек, я не могу сказать, что он мошенник, но такой в хорошем смысле аферист. Он постоянно мутил разные схемы в бизнесе, и все на грани, все с участием ментов, естественно, по несколько уголовок постоянно, все как-то выходило с сухим из воды. Начали рассматривать первое детское воспоминание. Идет с мамой, видит в торговом центре в большом магазине что-то интересное, блестящее. Потянулся, мама говорит, нет, нельзя, есть четкий запрет, что нельзя, это запретное. К тому же, там нож, по-моему, был острый, не для детей, какой-то охотничий. Он немножко прошелся с мамой, мама отвлеклась, он убегает от мамы, идет туда, куда нужно, запомнил путь, три года ребенку, три года, составил план, пошел на другой этаж, неважно, что там, как произойдет, взаимодействие с этим ножом, как-то поигрался или посмотрел, все, наигрался, оставил в покое, потом понял, что мама его будет искать, что ему влетит. Он пошел на вход, зная, что вход один уже сообразил, и там уже вызвали милицию, чтобы его искать. Он первый вышел к этой милиции, говоря, что-то там, что потерялся. А менты говорят, еще неизвестно потом, кто потерялся, мама или сын. Они его нашли, отвели к этой женщине, потому что там уже она в радиорубке была, там, где объявление, потерялся мальчик. Но он все обыграл так, что как бы не он виноват. Хотя был кипиш, шум, милиция и так далее. И по жизни было так же. Не буду говорить, какие схемы он мудрил, но довольно интересный, веселый, всегда он выходил сухим из воды. Его всегда тянуло. Он, как только появлялась стабильность, то есть там большие деньги, как только у него там стабильность появлялась, он сам отказывался от этих готовых бизнесов, потому что не было вот этого ощущения адреналина. Он адреналинщик в хорошем смысле и в плохом, неважно. Ему нужны были ощущения запрета, ему нужны были ощущения какого-то обмана, чтобы он всех обхитрил и вышел сухим из воды. Вот отпечаток. Четкий, мощный. Он получал стабильный, хороший бизнес, сказал бы, успокойся и развейся. Нет. Он сам это все отбрасывал, выкидывал и шел дальше с защищениями. Стабильность ему не нужна. И у многих точно так же. Вот были некое разрушение в жизни, только он стабильность получал. Вот с домами то же самое. Человек сам не давал себе покупать дом, потому что когда-то переехали, там были ощущения, ну, в чужой дом переехали, в детстве. И там его постоянно гнобили, что нет дома, что есть дискомфорт, что он в чужом доме. Потом человек сам себя загнал в такую ситуацию, что он в чужом доме, ну, как бы он прав, он имеет право на этот дом. Ну, там к бабушке переехали, как бы дом бабушки, как бы свой, но он не свой. И сейчас он, этот человек, считая, что он прав, взял кредит, а потом несколько лет доказывал, что тот, кто ему выдал кредит, не прав. Ну, да, фиатные деньги, да, договор, по сути, это вексель, любой договор, он двусторонний, а вексель должен быть с дисконтом, а не с процентами. Он доказывал банку и системе в судах, что он не прав. Да, там есть некие обоснования, но суть-то, почему он так себя вел? Если бы он все эти пять лет, условно, еще плюс первоначальный взнос на позитив, а не на борьбу, использовал, у него бы этот дом уже был, даже два. Ну, вот так сложились обстоятельства. Вот он сам себя в такие, вот как пытался пробить стенку, долбился, доказывая все системы. Да, система, она паразитарная, она не права, да, но зачем пытаться стать самым большим? Но он подписался под эти условия, он взял кредит именно с целью его не возвращать. Ну да, они не правы, но и ты не прав. Одно дело, ну это уже немножко другая тема. Почему? Потому что эта программа такая, заложена была в детстве. А вот во взрослой жизни, куда человека несет, во многом зависит от этого первого детского воспоминания. Очень важно. Но почему мы это делаем? Мы единственные два, скажем так, как нас назвать, монопсихологи или как? Неважно. Человек, которые хотят остаться безработные буквально. Помогаторы. Помогаторы, да. Потому что все на сеанс попасть, ну, объективно не могут. То, что мы делаем, мы реально хотим, чтобы, ну я по крайней мере, мы с моной, чтобы люди сами себе помогали и избавились, потому что реально больше 90% проблем это в результате программок внутри человека. И помогаторов на всех не хватит. Лучше, чтобы люди сами работали с собой, помогали себе. Мы хотим, чтобы, вот поэтому я даю бесплатно, абсолютно безоплатно руны, техники, пойми карандаш, вот это первое детское воспоминание. Будут еще, будут еще мудрые, ну, руны, которые мудрые, я привязываю через мудрые, потому что люди напрямую с рунами работать не могут, не те уровни. А мудрые, они работают. И вот хорошая мудра была показана на заставке. Отличная. Мальчик, девочка играет. Да, да, это почти все для победы, но вот такое центральное. Это совместное с двух сторон стремление вверх. вот. Не знаю, как вот так, может быть. Вот. Вот это все лишнее сконцентрировано для одного. Вот она, лесенка. Эх, как бы... Видно. Как-то понятно. Как-то понятно. Вот тут, как типа восьмерки, вот так пальцы зажаты. И вот. То есть все, вот оно, вот эта вот лесенка, одно в другое, красиво такое вот, почти как этот, на аптеках это пишут две змеи. не две змеи, это спиралька такая восходящая. И вот так вверх, все. Такая стелла. Замечательно. Я не знаю, кто это сделал, но человек очень много помнил, знал и понимал, что-то нарисовал. Просто замечательно. Просто чудесная картинка, так тепло, и так много воспоминаний, связанных с этим. Да, потому что примерно так же выглядящая мальчик и девочка. Не всегда вот так мило общались. Возле камина, помню я, Мону толкнул, ибо не хрен отбирать мои игрушки. Это у Алекса было, а Мон и Юля, и Алекса дружили. До сих пор обидно, до сих пор обидно. Дай, 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 вот так. Просективно. Юля была помладше немножко. Да, там, чуть-чуть было. Да, и главное, что мы обои это помним. Ещё из интересных воспоминаний, вот сейчас Илья, которая просто вспомнила первое детское воспоминание, девочка одна рассказывала, женщина девочка, не совсем девочки, она сидит на диване, в комнате пусто, никого нет, она одна, она как забавляется, ей примерно около двух лет, она смотрит сервант, вот раньше эти серванты, наверное, в каждом доме были, да, правильно, где стеклянное вот зеркало, и стоят всякие разные мамы, бабушки, кто там выставляет хрусталь, там какую-то красивую посуду, и вот она смотрит на этот хрусталь, он отражается и в зеркале, и здесь, вот сказать бы, чудесные воспоминания, понимаешь, вот девочка учится познавать мир через что-то красивое, она не плачет, её никто не пугает, никакая там собака за попу не кусает, вот вроде бы всё хорошо, что тут понять, но границы размыты, она не видит, понимаешь, постоянно то, что она хочет, какую цель бы она в жизни не поставила, она размыта, она как в зазеркалье, нет, она не может чёткую цель поставить, да, и она не может достичь этого, и это где-то на уровне вот эфемерных мечтаний, они ничего практически она не делает для осуществления этой цели, да, все должны угадать, как это часто у женщин бывает, причём все женщины уверены, что мужчины читают мысли, это вот по жизни так, а у некоторых ещё и воспоминаниями своими, первыми детскими, импринт, что все должны угадать, почему она такая, почему-то ей плохо или хорошо, вот. Она одна абсолютно, нет никого, никто её даже не поднёс, она ручкой не взяла, не потрогала, то, что ей нравится, оно всегда на расстоянии, она никак к нему не прикасается, это её интересует, но достать у неё возможности нет, и вот за зеркалье всё размыто, вот на таком уровне примерно всё и происходит потом в жизни. есть ли разобрать. Вот кому-то понравилось слово «помогаторы». Угу. Может, немножко перейдём к вопросам, как думаешь, Лия? Ну, как бы, не для того, я думаю, это первый вводный, но можно попробовать, конечно же. Так, но я думаю, что... Сейчас я выведу на другой экран, на другой монитор. Так, тут... Такие родные... Да, Тима, ни в одной жизни родные, потому что кое-что... что притягивает, что на резонансе тянет людей, программы, людей кто-то тут спрашивал, программы в одной жизни или нет. Да, безусловно, многие программы, опыт, наработки, как русло, они настолько глубоко впечатались в тонкие структуры, назовём это души, в кристалл души, что они тянут людей и в следующей жизни. Вот что вообще? Вот мы недавно разбирались в ситуацию, работая с Хохляндией. между Бенни Коломойским и Бенитом Муссолини. Угадайте с первого раза. А лучше посмотреть. Да, две фотографии и все ответы. Да, даже на таком уровне. Да, да, да. Глаза не обманут. Глаза вот один в один. Вот не верь после этого перерождения. Тот, кто может увидеть, чувствует энергетику, поймут. Казалось бы, да? То же самое. Спонсирование фашизма на самом деле не играя активную роль, но подводит к этому через ватиканские структуры, придя к власти и спонсируя, и организуя. Он идеолог. То же самое. Он и сейчас спонсор-идеолог фашизма. Очень известный, но на вторых ролях. Да, чуть меньше масштаб. Ну, в силу определенных причин. Но ни хрена не изменилось. Те же самые структуры делают то же самое и в нем, и вокруг него. Все. Вот к вопросу о проекции, о обэхо. Да, некоторые вещи, которые, они тянут из глубины, на много глубины. Но, опять же, повторюсь, большинство программ в этой жизни. Это вот Алексей спросит. На следующем воплощении программы этого воплощения все останутся либо отчасти сотрутся. Отчасти. То есть, есть старое русло той жизни. И во многом то, куда пойдет вода в этой жизни, она, и в том числе, там много факторов, но мы сейчас берем основной. То есть, потом, даже если пойдет вода в другом направлении, влияние русла, если оно было в том, но, как правило, это все одно русло. Как правило, все складывается так, и родители, и все, что вот, ну, повторялось. Повторялось. Если, условно, у товарища Сталина была семинария, где в него пичкали очень много всяких, особенная какая-то, потому что там нетипичная программа. У меня тоже был лицей, где было три портсигара импортных, в смысле, три истории мировая, история художеств, история России, история искусств и художеств. Три иностранных языка, латинский, английский, немецкий, ну, еще и русский, два каких-то. Ну, вот, и много чего еще. Просто, очень часто, когда люди даже приходят на сеанс, и я объясняю, что смотреть в прошлое, позапрошлое, и дальние воплощения, это, конечно, хорошо, правильно, и желательно, и нужно, наверное, разбираться, но, чтобы выйти из квартиры, нужно навести порядок, а если вот тут бедлами, полностью все завалено. Это другая квартира, нужно выйти в коридор, а чтобы выйти в коридор, нужно разобрать эту квартиру, да? Все-таки начинать нужно из этого, да, когда уже научишься тут убирать, когда уже уберется в этой квартире, когда будет порядок, и будет чисто, тогда уже, конечно же, нужно и можно погружаться, смотреть, анализировать, ощущать, проверять, откуда это пошло, потому что, если программа предательства, что постоянно предают в этой жизни, возможно, в прошлое, позапрошлое тоже предавали, нужно разобраться и там, можно разобраться и там, но нужно с этого сразу выйти, да, лучше по порядку, не прыгать туда-сюда. В другой квартире, когда в своей бардак, ну, условно, вот в этой, в нынешней. Да, можно вернуться в тот дом, в котором родился, условно говоря, который уже давно стоит заброшенный, там поубирать, это хорошее дело, но главное у себя тут, где сейчас живешь, убирать. Поэтому все-таки я бы советовала, мы бы советовали, все по порядку. Начинать сразу из этого воплощения, из этих программок, которые вот впечатали и эту жизнь портят, а потом можно перемещаться дальше, глубже смотреть, когда уже придет опыт смотреть. Потому что воспоминания на самом деле это все равно. Это из-за этой жизни, из прошлой жизни, это все воспоминания. Когда работаем с людьми, мы очень, я, Илья, правильно сказала, вот через позвоночник, я тоже всегда советую смотреть вглубь себя, потому что те картинки, которые вот тут плывут, это их куча всяких разных. Это информационное поле, там можно достать, что угодно, выдернуть, рассмотреть, посмаковать, но зачем? Если все собственные воспоминания, все записаны внутри, погружаться внутрь себя и каждое воспоминание ловить изнутри себя по ощущениям. Если научитесь эту жизнь, если человек научится концентрироваться настолько, чтобы полностью погружаться в эту жизнь, там на уровне минус 20 лет назад, минус 50 лет назад, тогда уже можно погружаться и минус 100, и минус 300, неважно сколько. Просто начинать нужно с того, что можно проверить, и с того, что сейчас произошло в этой жизни, что можно вспомнить, почувствовать, а потом уже, когда появится навык погружения в свою память, потом уже глубже, дальше. Правильно я говорю, или... Конечно. Вот люди пишут свои воспоминания и не совсем понимают. Еще раз возвращаю к словам Моны. Очень важно правильно понять и прочувствовать, потому что зачастую нейтральные воспоминания, они так... Просто у нас-то уже скопилась некая такая база понимания, мы уже знаем, куда и как, и интуиция, и аналитика многих ситуаций. И понимаем на раз-два. И я мужиков мучаю на сеансах, просто мучаю, чтобы у них самих мозг включался. Не все позитивно потом сеансы, видимо, воспринимают, потому что некоторых макать приходится собственные, но в основном потом переваривают и благодарны. Дело не в этом. У женщин не так. Аналитики ноль, поэтому Мона через эмоции, а потом просто говорит, как... Поэтому, как правило, с женщинами работает Мона одна, с мужиками мы вместе. Просто потому, что мы разные. Это не значит, что плохие. Просто так сложилось, исторически сложилось. И это на самом деле, это на самом деле чудесно, что мы разные. Это хорошо. Ну, да. Дело даже не в разности, а в подход немножко другой. И мы... Есть отличия небольшие, как преподать информацию. Вот сейчас мы стараемся для обоих полов вот так вот дать информацию. не все женщины способны правильно проанализировать. Вот и к чему. Кто может, те пусть идут на сеанс, Мона расскажет женщинам. Мужики, вот мужикам достаточно той информации, что мы дали. Если есть мозги, можно включить, проанализировать свое событие, найти повторяющие события и найти, откуда это идет. Первое детское воспоминание. Как правило, либо одно из первых потом, следующее наложилось. Потому что, какие могут быть отношения с противоположным полом, если в садике избила девочка и свидетельница стала на ее сторону. Система. Как сейчас происходит феминизм сплошной. Ну вот, соответственно, нужно проработать, изменить, понять. Достаточно перепродумать. Мы на войне, враг использует наши различия и знания в сирене против нас, не давая нам настоящие знания. Не давая абсолютно. Это касается и... Ну, много чего не буду говорить все-таки на ютубе. Чтоб не было недостоверной медицинской информации, чтоб страйк не влетел. Но все понимают примерно о чем я. Это касается и различных красных жидкостей. И много чего остального. И так же нам не дают знания ни о физике, ни о медицине. Наоборот, дают искаженные. И искаженные так, что часть искаженной ложной информации назвать истинной, а часть ложью. Таким образом, до истины никто не доберется, потому что все будут бороться между навязанным, неправильным выбором, ложным выбором. То есть, как бы ты не выбрал так называемую ложь, так называемую истину, ты все равно выберешь ложь. Потому что часть лжи наиболее правдоподобно назвали истину, это все равно ложь. Что скажешь про Туганьяк? Что за высокие парни подходят к кону в конце сцены? это команда кона, скажем так, но это я уже делал разбор Туганьяка, могу попробовать выложить еще раз. Перепродумать, как перепросмотр в книгах Кастанеды, если читали. Естественно, читал, причем очень давно, 90-е. Дело не в этом. Там все эти вот Кицелька Атли, его состояние орла и прочее, и его увлечение грибками и мискалином, это тоже немножко ввод в сторону. Он немножко тоже не так. Точка сборки, да, я называю точкой айсим, сознание. Можно ее двигать тоже как инструмент и мы даем как вспомниться. Точку айсим сдвинуть из центра головы. Сначала научиться дисциплинировать точку восприятия, потом сдвигать как правило вниз за атлант несколько сантиметров. Вот оно будет воспоминание прошлого, переход там четко видно как переход прям в прошлое вспоминает как некая пустота, преграда, а потом раз в глупе это вот прошлая жизнь и уже пошло вниз. Дело не в этом. Перепросмотр помогает лишь забрать эмоции. Вот как только нейтрально смотришь, цель перепросмотра чтобы любое вспоминание стало нейтральным. То есть, значит, что энергия туда не идет, то есть эмоций нет. Но сама программа не убрана. Скажем так, механизм, который разрушал, который действовал, неважно, он еще есть. Цель перепросмотра выключить электроснабжение этого механизма. Но механизм еще там. То, что мы говорим, это следующий шаг, это уровень глубже. Вот он оставляет ловушку специально. вот я говорю ложная информация. Так называемый Кастанеда. На самом деле Кастанеда, я уже говорил, такой же мифический персонаж, как и Гурджиев. Гурджиев на самом деле совсем не тем занимался. Да, он общался со Сталиным, но мразь редкостная. Чернушник и глубоко роевой, скажем так. потому и столкнулись и на этом потом Гурджиев перестал как личность существовать после встречи с Сталиным. Ибо падал, нужно давить. Так вот, Гурджиев сделал Успенский. Кастанеду сделал в том виде, в котором есть представлен тоже другой человек, который тоже много чего знал, но он написал по сути свое, спихнув все на некого мифического персонажа. Кастанеда не сам писал его книги. Там 9 и в конце полная муть уже. Полная муть. Вот эти вот его техники смотрения в текущую воду, но текущая вода выносит энергетику. Только ты концентрируешься на чем-то внутри воды, это все размывается. А там дается техника, например, ну, одна из техник, которые я помню из этой книги, смотреть в текущую воду и там что-то свое хорошее вспоминать. Вот это свое хорошее будет водой смываться. То есть там ловушка на ловушке ловушкой погоняет. Вот не рекомендую читать Кастанеду с ней хочешь свихнуться. Как не рекомендую читать там всяких Джекаринцев с его сосудом кармы вылить, все хорошее, просто выкинуть. Как Лазарева с диагностикой кармы и прочих хрени вот это вот и так далее. Там очень, очень многие после чтения Лазарева сошли с ума. Очень многие после чтения Библии в оригинале каком-то там сошли с ума. Потому что это зомбирующие специально написанные тексты врагом, тем сознанием раевым, которое вот нами до сих пор рулит. И устроило весь этот бардак, который сейчас есть. О чем я говорю, смотрите канал Цельнозор сначала. Это ловушки. Не надо лезть в Кастанеду. Мое субъективное мнение. Ледина, кроме Курчатова или Чапаю кто-нибудь известный исполнен. Ну, блин. Котовский, Буденный. Много людей вспомнилось, но не все готовы, да, не все готовы это опубликовать. Не все готовы на то, чтобы это рассказывать. О, это да. Хорош. Котовский вот. Многие вспомнились, но... Подтягиваются люди, подтягиваются. Это не суть. Сейчас время другое. Сейчас время быть Сталином прошло. Сейчас время Цельнозора. Цельную картинку и перегруппироваться. Вот эти вот навязанные идеи, идеологии представления врага, что кто-то там сейчас будет формировать какие-то ячейки и бороться за власть. Бред. За что бороться-то? За власть в разрушающемся доме заглавенства? Бред. Абсолютный бред. Нет. Разрушается дом, муравейник, нынешний. Глобально. Мы к этому мы к этому еще я сделаю еще несколько роликов. Буквально несколько лет. Шторм грядет, будет разрушение нынешней власти. Они будут пытаться построить потом, разрушив этот муравейник Билл Бэк Бэттер. Мы уже отвлекаемся. Ну ладно. Другой муравейник, но это у них не выйдет. И вот потом придет время. Все, что Мона говорила на 22-23 год, оно происходит благодаря тому, что мы работаем, происходит не так жестко. Вот про систему передачи данных, про новых нелюдей, которые вещи мы уже делали. Почему не включают сигнал? Потому что мы рассказали про частоту 50 МГц, а это длина волны 4-6 метров, то есть четверть волны то, что может являться антенной это метр-полтора, а таких вещей у человека полно, рука метр, чуть больше, нога, туловище. Вот излучение на этой частоте будет просто выключать этих вещей очень быстро. Любого зомби выключить можно элементарно. Плюс катушки Тесла, качеры, это на ближнем расстоянии. И поэтому зная, что технология уже вышла в народ, вот этот самый худший сценарий выключен. Все, молчание, никаких роликов о зомби, никаких фильмов. Закончились очень быстро. Заткнулись, да, выключилась программа, все. Это к вопросу о том, как можно перепродумать, передумать врага. Мы на войне, война это кто кого передумает. Есть хорошие фильмы, я уже делал и ролика, и разбор. Упоминал в одном. То есть работаем и мы, и другие силы. Все более мягко, но все будет, шторм грядет. Но я опять отвлекаюсь, кто о чем. Я оба не тут вот девочки спрашивает, реально ли найти свою половинку. Девочки, уж такая половинка, зачем быть нецелостным? Вот зачем половинчатого какого-то отрезанного обрезанного мужчины смотрим мудру на нужно быть целым и тогда притянется целый, а половинка таблетки, половинка еще там чего-то есть. Правильно все формируйте. Будь собой, вселенная поможет. Формируйте правильно желание. Если ты русло, то вода придет. Если вода не приходит, ну херовое ты русло. Зеркало не виновата, мир не виноват, что в тебе такой мужчина или никакого мужчины. А как вот исправить русло, мы сейчас и разбираем. Первое детское вспоминание. Ты вспомнила первое детское вспоминание? Поверь, если ты настоящая женщина, из тебя наполненность брызжит, то вокруг тебя мужики будут как мухи. И каждая баба это знает. А если вот никого нет, ну тогда займись. Мне кажется, нужно заниматься улучшением того свойств таких, на которые мухи прилетают. очень образно намет, скажем так. Когда накроется медным тазом Грегор христианства? Да он уже накрылся, но христиан отпустит. Да это дело не в Грегоре, а опять же в зомбировании. Если им сказали, что купол для помолиться, они поверили, но это отсев на самом деле. Если нет критического мышления, они просто тупо на вере, но это их восприятие. Они очень сильно себя ограничивают. Они начинают взаимодействовать с миром только через Грегор, определенную догму. У них другое программирование абсолютно. И они лишают, на мой взгляд, себя очень многого прямого непосредственного восприятия Вселенной, взаимодействия со Вселенной. И дело не в христианстве, даже не в кверхузадовости и прочее. Сколько ни призывай, насколько ни говори, холма во рту слаще не станет. Хотя мозг задавить можно. Насчет реакции. Можете сказать, лимон, почувствовать это все, да, слюноотделение пойдет. Но ничего не изменится. Вот мозг себе задрочить можно. Сколько ни призывай Аллу в бар, в твоей жизни мало что изменится. Чем меньше человек, чем он ничтожнее, тем круче он себя возвеличивает причастностью к чему-то большому. Ну, постоял ты кверху попой в древних генераторах. Ну, что изменилось? Ну, почувствовал энергии, круче стал. на самом деле энергии из прошлого. Она была там, сейчас еще есть, она вне времени действует. Правда, сейчас уже выкачали ее, потому что, ну, они уже не работают, а таких желающих вампиров, по вампирить в древних местах очень много пришло. Ну, и что? Что изменилось-то у тебя? отпускать нужно вот-вот тут, себя самостоятельно. И, прежде всего, себя. Зачем заботиться о других, христиан, кого отпустят? Это не вещества, которые отпускают. И то не всегда. Ладно. Правильно Мона подметил. Ну, Мона мудрая, слушайте ее. Так, вопрос о том, что было раньше. первое вспоминание формирует программу или же заложена программа, выбирает воспоминания. Что раньше, яйцо или курица? Программа формирует в основном, но есть факторы, влияющие этой личности человека. Если человек сильная воля, он может как бы продавить, проломить программу. И мы это уже разбирали. Люди, некоторые приходят, понимают, что повтор ситуации, начинают, зажимаются, начинают действовать на опережение, не знают, что в этой жизни будет вот так. Буквально две ситуации, они поняли, что третья к тому идет и начинают действовать на опережение. Грубо говоря, сами разрушать или уходить как-то и прочее. Да, есть волевые факторы, есть у мужиков, как правило. Много чего есть, но это... Алгоритм менять, да? Да. Поведение по-другому. Можно в мелочи, размер не имеет значения, как бы сейчас нас не пытались в обратном убедить. Вообще, я охреневаю, где-то в Украине российский флаг самый большой развернули, напоминает три зуба из сала. Одно и то же, одна хрень. На кого это все рассчитано? Я не знаю, на полных дебилов, что ли? Ладно, я отвлекаюсь. Размер имеет значение. Ну что, развернули флаг. И чё? Те три зубы стала, сделали еще из чего-то самый большой. И чё? Выкинули, хрен знает, сколько денег на большое плотно. И чё? Людям же стало лучше. Чё-то изменилось? Весело. В интересное время же. Самое интересное, что все только начинается. Руслан, вопрос был риторический. Не надо отвечать про курицу и яйцу. Есть такое понятие сарказм, поизучай, что это такое. Сделай там тоже, что с Кастанедой. Нет, не тоже, намного хуже. Еще тоньше подкол. Там людей заставляют быть пешками эгрегоров, пешками, ограничивают восприятие, убирают человеческие факторы. Просто отдайся на волю этих маятников, как он говорит. И выбор только из двух предложенных. На самом деле не свой выбор, не идешь куда надо, а идешь по чужой воле. Нахер оно надо такое. Абсолютно неправильное решение, как работать со своими желаниями, абсолютно развернутое. Все перевернуто. Если по его методике никогда ничего не будет человек иметь, только разрушение всего собственного будет. Кристина Русакова, если позвоночник искреплен, можно ли сказать, что уже искрепление в жизни? Скажем так, есть еще другой уровень, который мы тоже как-нибудь наверное сделаем стрим, психосоматика называется, потому что многое из жизни это влияние все-таки самонавязанных, самоиндуцированных программ, самовнедренных. И позвоночник это отражение, то есть от них и столб. Если ты его перегрузить, то взять на себя слишком много по жизни, то да, он вот у меня вообще с позвоночником беда, слишком много на себя нагрузил, особенно в детстве. Поэтому по психосоматике наверное будет другое, но это все тоже зависит, потому что вот недавно первое детское воспоминание тоже было у мужика, покачался на карусели, и у него загружилась голова, он сходит, там кто-то говорит, ну не быть тебе космонавтом, он такой, ну и ладно, типа, обойдется. По жизни это выражалось в том, что малейший дискомфорт, и он отпускал эту возможность. То есть что-то с ним происходило, чужое воздействие, и он отпускал возможность. Это и в работе, и в личной жизни, и там много чего. Вот люди не публикуют свои сеансы, ну как бы не хотят, да и не нужно это, потому что мы уже работаем на этих уровнях, и там очень много личной информации. Если послушать сказки бабушки Вики, то там ничего, там каждая Нефертити, Шахерезада и прочее. Там сказочные персонажи уже по 20 там Иисусиков и прочих. Дело не в этом. Да, там можно публиковать, но у нас уже идет очень личная информация, поэтому на мой взгляд зря, потому что коллективная прокачка, коллективное внимание поможет наполнить эту ситуацию и выправит. Но люди боятся, стесняются, потому что нереально очень много информации, очень много в половой сфере, там у женщин постоянно проблемы, ну у многих с первыми менструациями, крестик как на себе ставят, чувство стыда, вины, ущербности. Зажимаются и вот этот зажим потом родить не может нормально, потому что она зажата. Что такое невосприятие менструации, это же детородное, да, это связано с возможностью. Женские идут. Вот как я начал рассказывать психосоматика. Вот он понял, что что-то не так, у него с энергетикой что-то не так и он зажался, мужик, и себе команду дал вообще энергии не воспринимать. Закрыл все потоки себе. Он был как иссохший, очень худой, несмотря на то, что высокий, очень худой, потому что все, что ел, все они в себя. По этой теме он дал себе команду на уровне энергетики, пошли изменения в панкреатит и все прочее. То есть он перестал на уровне гормонов воспринимать на уровне. Соответственно, он не принимает энергии, он как черная дыра. Вот я смотрю, был. Сейчас уже пошли изменения после сеанса. Соответственно, и по жизни, и с женщинами, но не чувствует его женщина, как черная дыра. Какие контакты могут быть с женщинами? Им же нужно ух, а там вот зажатость. Абсолютно никакой реакции эмоциональной, никакой он жил одним мозгом. У многих мужиков проблемы, живут одним мозгом. Только через аналитику. Не взаимодействую с энергетикой. Соответственно, вот везде. По работе то же самое. Коммуникация ноль. Там еще и другие первые детские воспоминания. Потери. Многие мужики неудачники не потому, что вот они такие плохие, либо они хотят этого. Вот первое детское воспоминание. Приходит в садик первый раз. Там кто-то играет машинкой. Он пробовал забрать эту машинку. Он не прокоммуницировал ничего. Садик как бы свой, его просто перевели. Но все он получил. И по жизни так же начал что-то захочет машину. Теряется машина. Арестовали машину, потому что он купил бушную. Там какой-то арест был. У него забрали. И так далее. Вот именно с машинами. как только он что-то хочет, он пытается это получить и огребает. Потому что он вместо того, чтобы коммуницировать, он просто пытается забрать то, что ему понравится. Он не виноват. Но вот он по жизни понял, что у него ничего не получится. И это накладывалось одно на другое, на третье. Потом то же самое было в школе. Каких-то там его премии лишили. Грамоту случайно не дали. То есть он что-то хочет, а его постоянно обходят. Некий результат. нет получения, нет момента получения того, что он хочет. Так что психосоматика есть, работает, но это тема отдельного. И во многом она определяется вот здесь, а вот здесь определяется все в том числе первым детским воспоминанием. Зажатостью, эмоциями, ощущениями. Особенно у женщин. Там все на гормонах, все на эмоциях. Зажали с детства и пошло. мужику раскрыться нормально не можешь. И своя психика едет постоянно и прочее. И он выход. Все плохие, значит, нужно найти там, где хорошие. Это и секты, это и христианство, это и тоже секта. Ну, на ютубе не буду говорить, но скажем так, там с ориентацией связано и так далее и тому подобное. Поэтому если мы разбираем сценарий с ядерным ударом, Елена Кравчук, тем самым мы влияем на события в будущем, бедующем. да, будущее, бедующие, да, точку. Переживание считывается как стоящийся факт. По-разному, работа с будущим и работа с собственным, смотря как. Это уже тоже тема, наверное, другого стрима, другого семинара. сколько будущее, если смотреть через эмоции, как уже получил результат, то да, его не будет. А если будущее как план, как намерение и еще неопределенно, вот примерно так, но ведь я хочу это получить, это и есть программа на будущее. А если ты уже неосуществившееся прочувствовал и как бы удовлетворился этим, то да, ты удовлетворился внутри себя, зачем этому происходить на физике. Более того, это уже есть внутри, на физике. Вся вселенная будет помогать тому, чтобы этого не произошло, потому что на определенном уровне это уже произошло. Определенные структуры внутри человека работают вне времени. Время не то, что нам сказали, это не стелки на часиках. Вот еще вопрос. Лена переслала счата Монада. Мы, женщины, держим баланс в своей семье, это наша война. Можно более подробно инструкции от Моны, что и как правильно делать, чтобы не навредить и чтобы что-то хорошее не забыть. Ну, во-первых, девоньки, что такое наша война? Это не война, это ваш мир. Это наш мир и это наше созидание. Забыли слово война. А потом, да, а потом все остальные, то, что вы писали, все остальное проложено через то, что наша семья, это наша война. Как так можно? Вы что? Наша семья, это наше созидание, это наш мир. Кто-то из секты Токаревой пришел сюда, да? Пока не видела. А ты о чем? Ну, я просто говорю, вот наша война. Да, это там. Береги меня, значит, нужно воевать, то есть похерить свою женскость. Просто умри, как женщина и начинай быть херовым воином. Никаким. Секты Токаревой тоже надо. Там, где клоуны, даже не могу сказать клоунессы, это уже клоуны. в балафонах ходит. Это мандец, надо разобрать. Все в планах. Это просто ужас какой-то. Да, Союз Светлых Сил я успеваю читать. Ты много пишешь, но я все равно успеваю. Вот еще один, другой какой-то. А знаешь, почему? Потому что я его все-таки забанил. Он сделал другое. Вот эту бы энергию да в мирные цели. Ну, блин. И больше не пишется. Ну, вот здесь можно. Хорошо. Молодец, упертый. Хорошие комментарии, но их очень много. Это вот единственный человек, который я вот долго сомневался. Банить и нет. Ну, потому что его очень много. Он хороший человек, добрый, но... Ну, ладно. Нет, ты не забанил. Да, здрасте. Ну и хорошо. Забанил. Что стало с душами? Да, очень много души нереально в ядерных взрывах, как и спепелили. Потому что ядерный взрыв, он на всех уровнях, он реально уничтожает много. Те, что остались, они здесь остались, потому что это ловушка. Здесь только воины-добровольцы были. Практически. Ну, еще и пришли. Вот это все сделано так, чтобы ловушка была. Никто отсюда не уйдет. Как бы не пытались долбить. Вот сейчас уже... Вот это уже даже не церно. Это много других было структур. Они хотят уничтожить кон. Как и время, он тоже материя. Это тоже определенные частички, на которых можно влиять, на которые можно замещать, уничтожать. Вот эти вот церны, они для того и сделаны. Дубны всякие, церны и прочее, чтобы уничтожить кона. Потому что кон материален тоже, как и время. Поэтому они хотят уничтожить кона, сделать своего, но не выйдет. Они хотят уничтожить фундамент, чтобы сделать крышу. Это бред полный. Кон – это фундамент. Если уничтожить, развалится все здание, слопнется вселенная. Они тупые. Реально тупые. То, что происходило раньше, получалось, не получится уже сейчас. Как они могут бороться с будущим, если прошлое уже произошло? Вот пусть они понимают. Ну а те, кто нас смотрит, моно, они много понимают. Вот послание для них. Тупые вы. Реально тупые. Есть какая-то секта, техно-восстановителей, техно-реконструкторов, которые хотят техническими методами. Сейчас у них там генштаб. Штаб-квартира в Вибеке, если не ошибаюсь, в Канаде, да? И они сейчас строят планы, как уничтожить. Условно, хотят ступеньку сверху сделать, разрушив предыдущий. Но не выйдет крышу сделать, разрушив фундамент. Не выйдет. 33 ступеньки условно, 34-й кон, которые держат все 33. Если уничтожить одну ступеньку верхнюю или построить, то их все равно останется 33. Нельзя уничтожить верхнюю ступеньку или надстроить еще. Потому что мест 33, как в пятнашках. Определенное количество кодов, уровней кодов. Неважно. Нельзя построить еще одну. Для этого нужно менять вообще в целом правила игры. Выйти за пределы этой вселенной. Это невозможно им. Они хотят новую ступеньку построить. Чего ты там ржешь? Глянуть-ка там в глаза и разговаривать я с ними. Да, конечно. Разговариваю и смотрю. Получаю информацию на том уровне, на котором они могут передать. У Моны 250 окон. Она смотрит одновременно во все из них как-то. И все без времени. Вы в разных комнатах или в одной в разных? Потому что эхо идет, если мы в одной будем сидеть. Ну да, и потом камеры-то две. Ну да. Соседние квартиры, да. Я спиной к Моне примерно. Она спиной ко мне. Да. Через стенку, можно сказать. Там еще две комнаты, про одну не важно. Итак. Ребенок рождается, его бьют по попе, чтобы он закричал, развернул легкие. Ну, как вариант. Как может сказываться на его дальнейшую жизнь? Жить будет, если легкие развернулись. Да. Да. Не всегда. Некоторые сразу орут. иногда бьют. Ну да, если он вспомнится в этот момент, то, наверное, как-то скажется, но это все-таки не первое детское вспоминание. Обычно у людей, они чуть-чуть подальше находятся. Да. Нужно некоторое время, чтобы все устаканилось, выросло, отвердилось, как бы кристаллизовалось, как угодно можно назвать. Наверное, можно сказать, что мы тоже тебя любим, Яков Иллин. Яков, это все, что тебя волнует? Каких мы комнатах? Так, что произойдет осенью? Накал страсти растет. Очень интересно наблюдать за всем. Хотелось бы узнать, что он новый прилетит, о чем мы не догадываемся. Вы уже обо всем догадываетесь, потому что смотрите канал Монада и Целеназор. Все проекты есть. Мы говорили о ядреной войне, сейчас к тому все и идет, и конкретнее, что будет, что в их планах, в их планах. Я расскажу в следующей части разбор сделаю, почему Украина в селу, через F, именно в селу. Это все было в планах заранее, но как и Россия тоже почти все. Это в их планах слить вот этот вот конгломерат стран, которые затем могут быть ядром новой цивилизации. Почему я разберу в следующем разборе, как прогнозное программирование, предсказательное программирование Зеленский все это озвучил в своих так называемых стенках. Так называемых. На самом деле он все озвучил. И я еще несколько примеров на таком же уровне смыслового программирования, промывки мозгов, покажу. Наверное, в следующем ролике планирую сделать просто очень много всего нужно рассказать, все в планах. Так что вы обо всем знаете, все давно запрограммировано, обо всем мы рассказали. Смотрим видение МОНы, про то, как вот это вот то, что происходит на Украине, захватывает весь мир. сценарий Первый мировой очевиден через сто лет с лишним, но он происходит. Постепенно все больше и больше стран. Постепенно, неминуемо пожар будет разрастаться. Медленно, как трава пожухлая. Много дыма. Все это накладывается на четвертую промышленную революцию и на новый мировой порядок. Все это в планах. Ничего нового. Смотрим выступление Шваба и накладываем на видение МОНы. Как ни странно. Вот что общего. Ну вот, все, что они говорят, то же самое я видел МОНы. По-своему рассказано, но все так. Ничего нового. Шторм приближается. Почти уже вот на носу. То, о чем я ролики делал там пару лет назад еще. Только медленнее. Благодаря тому, что идет некая контр-работа на тонком плане. Как можем, так и делаем. Достаточно, наверное, МОНа. На сегодня полтора часа. Мы уже пошли другие темы, другие. Важно, что каждый вспоминает свое первое детское воспоминание, параллели, аналогии. работаем. В сеансах уже много рассказано и показано. Правильно понять, кто может на сеанс. Пока мы еще ведем, пока еще можно, пока еще не не настало время, когда ни до чего людям последние деньки, затиши перед бурей. Пользуемся, чтобы подготовиться. прежде всего вот тут в душе, у себя. Мы планируем попутешествовать, поэтому сеансов будет меньше, но это не скажется, не должно сказаться на частоту вывода роликов некоторых и общения с вами. Раз в неделю надо что-то делать. Чего-то там. Да, все нормально. Всех благ, всем. Всего хорошего и, наверное, до следующей...